День армии Западной Армении Вопросы армян в Западной Армении Армения по наводке США может быть отрезана от региональных коммуникаций Захарова Посол США посетил Тавушскую область с наблюдательной миссией ЕСЭ Видео, где обнаружены пройденный под воду древний путь близ острова Ктуц озеро Ван Старое 15 ноября День армии Западной Армении 15 ноября 1916 года французское правительство постановило, что армянский легион будет управляться французскими офицерами в качестве вспомогательной воинской части, но не будет частью французской армии Армянские бойцы воюют только против турок и на территории Килики Чтобы не угрожать западным армянам, легион был назван не армянским, а восточным В легион вошли также многочисленные бойцы, прошедшие через горнило Первой мировой войны Армянские пленные и дезертиры из турецкой армии, а также молодые западные армяне, проживающие в США, чтобы спастись от геноцида, совершенного против армян После военных учений весной 1918 года два батальона легиона из 4000 армянских и 1000 арабских добровольцев отправились на Палестинский фронт и в ночь на 14 сентября были размещены на передовой Высоты Арара-Рафати называли вторым Дарданеллом турок Это был самый неприступный участок всего фронта, который английские войска трижды безуспешно пытались захватить в марте-апреле 1918 года, чтобы продвинуться на север Без захвата Арары невозможно было начать общее наступление союзников при успешном исходе которого были бы освобождены Ливан, Сирия и Килике 17 ноября в 14.00 в средней школе Мец Масрик при сотрудничестве с правительством Западной Армении состоится первое историко-культурное мероприятие Мец Айк В выставке примут участие воспитанники студии изобразительного искусства Мец Масрик С народными исполнениями выступят Мясник Ас-Сатрян и Самвел Закоян 30-летний командующий артиллерийским дивизионом майор Андроник Лалаям погиб во время 44-дневной войны защищая родину ценой жизни, сохранив высоту в Гетак-Брун в направлении Матагис-Мартакерт Андроник Лалаям был назначен командиром дивизиона в феврале 2020 года В первые дни войны дивизион размещался на участке Гюлиджа района Акны 14 октября Андроник был направлен в командный пункт на высоте Гетак-Брун между Мартакертом и Матагисом В тот же день Андроник звонит маме Валиде и говорит следующее «Уезжайте из Арцаха» Семья переезжает в город Абувян Отец Гриша Лалаям во время войны участвовал в обороне Верин-Тагаварда 27 октября часть села Тагавард Верин-Тагавард перешла под контроль Баку Верин-Тагавард семья оставила дом и могилу Андроника Андроник Лалаям посмертно награжден орденом боевой крест первой степени Вечная слава павшим в бою героям Какое отношение мишки имеют к армянам? В наши дни немногие народы могут гордиться своими древними корнями Среди них евреи, китайцы, эфиопы, баски и армяне Невозможно со стопроцентной точностью сказать, насколько стара Армения Но мы попытались проанализировать наиболее распространенные теории И составить представление о том, откуда произошли армяне Русский историк Игорь Дьяконов предположил, что армяне должны быть отождествлены с мушками Народ засвидетельствованный осирийцами, позже также левицами и, возможно, греками Соответствует ли теория Игоря Дьяконова действительности Мы попытались выяснить с помощью исследований Подробную информацию об исследовании можно прочитать на нашем сайте WesternArmienia.tv Согласно Парижской мирной конференции 1914-1919 годов Полная материальная потеря армянства, согласно данным 1919 года Составляет около 20 млрд французских франков или около 3,5 млрд долларов США Комиссия также выяснила, какая часть армянства какие потери понесла Индивидуальные материальные потери сельских армян в Западной Армении составили около 4,5 млрд франков Индивидуальные потери гаражам более 3 млрд франков А не индивидуальные потери около 7 млрд франков Материальный ущерб, понесенный армянами в Восточной Армении и других армянонаселенных районах Кавказа Потери армян депортированных и своих постоянно населенных пунктов Составляет 1,831,872,000 франков Потери непереселенных армян более 1 млрд франков Прочие материальные потери около 1,5 млрд франков В эти цифры не включены материальные ущербы 1920-1922 годов Если будут учтены потери и за указанный период, то указанная цифра должна быть увеличена как минимум на 15-20% Естественно, говоря о геноциде против армян, мы в первую очередь подчеркнули человеческие потери армянского народа Однако в годы геноцида армянский народ понес также огромные материальные потери Бесспорно, что одной из производных целей геноцида было присвоение индивидуальной и коллективной собственности армянского народа Международное право провозглашает, преступник не должен пользоваться плодами своего преступления Армения, действуя по наводке США и ЕСЭ вне рамок трехсторонних договоренностей Сильно рискует оказаться отрезанной от будущей конфигурации региональных коммуникаций Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Много где США и ЕСЭ выступали гарантами, мало где у них получалось сделать что-то хорошее и положительное Чаще всего они много обещают, мало делают и используют ситуацию исключительно в собственных целях Русофобия у них на повестке Антироссийские шаги – то, что является дорожной картой, маниакальной страстью По утверждению Захаровой, США и ЕСЭ безразличны к будущим стран региона Их интересует как бы всех рассорить Посол США в Восточной Армении Кристина Куин с наблюдательской миссией ЕСЭ посетила Тавушскую область Информацию на странице Х сообщает наблюдательская миссия ЕСЭ в Армении Посол США Кристина Куин присоединилась к миссии ЕСЭ в патрулированных районах Тавушской области Визит состоялся при содействии оперативной базы миссии в Эдживане, говорится в сообщении Напомним, что с 20 февраля в Восточной Армении была развернута новая европейская миссия Из 100 человек с двухлетним мандатом Цель миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Восточной Армении Укреплению доверия на местах и обеспечению условий, способствующих их усилению По нормализации отношений между Арменией и Баку Наблюдатели миссии ЕСЭ ежедневно патрулируют 3800 километров Миссии имеют действующие офисы в Джермуке, Горисе, Капане, Мартуне и Дживане, Егенадзоре А также офисы связи и поддержки в Ереване Остров Ктуц – один из четырех островов на озере Ван Эти острова сейчас необитаемы Уровень воды в озере Ван в времен армянского царства Урарту Первое тысячелетие до нашей эры из-за глобального потепления снизился Обнажив на дне водоема дорогу Земля, вышедшая из-под воды, явилась взору недавно И сразу же привлекла внимание команда Чавушоглу Не министра иностранных дел турецкого правительства, а Рафета Чавушоглу Профессора археологии из университета Юзунджу Вилл, оккупированной Западной Армении Руководителя группы, занимающейся раскопками Что представляло собой появившаяся на свет дорога и куда она вела Это примерно километровый отрезок пути, соединяющий берег с островом На котором стояли замки, заложенные во времена Урарту А также поселения, которые появились в средние века Дорога была шириной в конную повозку, стала быть односторонней Вымощена камнем разных размеров, из которых остались только крупные Предназначение сухопутного пути – доставлять на остров, превратившийся в полуостров Еду, предметы первой необходимости, а также людей По-турецки остров звучит как Чарпанак По-армянски называется Ктуц Ктуц – не единственный остров, на озере есть еще три Острова в настоящее время необитаемы Значимость Ктуца заключается в том, что там находился армянский монастырь Руины которого сохранились по сей день Вчера действующие восточные Армении онлайн издания Эрменистан Хабар Аравот распространили видео со следующим заголовком Древний путь, пройденный под воду близ острова Ктуц – озера Бан Вестер Армения ТВ сообщает, что видео имеет четырехлетнюю историю Напомним, что со временем, как мы уже знаем, дорога к острову Ктуц оказалась под водой Однако во время мелководья озеро стало видимым Поэтому археологи знали о его существовании Возможность детального изучения дороги была создана только сейчас После того, как в 2019-2021 годах в регионе наступила засуха Было бы логично предположить, что турецкая сторона могла бы предложить армянским археологам принять участие в исследованиях Однако такого приглашения не было В завершении новостей послушаем музыкальное произведение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok